Привет, ребята! Это Алена, вы на моем канале. Сегодня с вами говорим на моем канале про высокое давление, высокое давление и причины, и как можно на него повлиять. Во многих случаях это история, которая создается в вашем организме и, соответственно, может быть даже гипертензия. В чем может быть причина высокого давления? Это может быть из-за анемии и может быть из-за диабета. Но чаще эта история связана с высоким кортизолом. Соответственно, как понизить давление, об этом вам расскажет доктор. Но я могу сказать, что можно употреблять продукты, понижающие давление. Они богаты оксидом азота. Именно когда ваше тело наполняется оксидом азота, вы чувствуете себя комфортно. Это свекла, чеснок, мясо, крестоцветные овощи. И, соответственно, в этих продуктах повышается оксид азота. Еще можно начать практиковать палеопротокол. И, соответственно, ключевые продукты на палео помогают восполнять запас питательных веществ, нутриентов и микроэлементов. Кроме того, интервальное голодание и состояние, которое вводит вас в нормальный инсулиновый ответ, создает не проблему, а наоборот создает состояние, в котором вы чувствуете себя комфортно. Но очень важно поддерживать уровень витамина D в организме. И он отлично снижает артериальное давление у людей с высоким кортизолом. Почти всегда есть нехватка витамина D. И когда вы принимаете витамин D, по рекомендации своего врача, это может понизить кортизол. Также это избавляет от воспалений и, соответственно, дает вам возможность на восстановление. Причиной данной истории могут быть непереносимые продукты. Может быть сахар, может быть вирус и может быть гормональная проблема. Все эти проблемы мы рассматривали в закрытом курсе «Жизнь без невроза», в котором и шла речь в нашем прошлом эфире. Напишите, друзья, как вы справляетесь с высоким давлением и кто у вас вызывает его. Именно кто? Потому что бывает, мне пишут о том, что, Алена, ты знаешь, мое давление вызвано приходом моей свекрови. Или, Алена, мое давление вызвано тем, что сын принес двойку. Это тоже бывает, но все-таки если про натуропатию, то это первично, а дальше уже идет другая история, связанная с психосоматикой. Соответственно, могу сказать, что и БАДы, и витамины – это нужная история при высоком давлении, который идет в моменты стресса.